Так, девочки, мы пришли с вами в Чукс. Сейчас мы смотрим тут новую коллекцию красивую. Ой, я прям в предвкушении. Такая красота. Я вам подборку делала в Телеграм. Вау, ну вот он. Я так хотела его пощупать, померить. Красивый очень. 45 тысяч. Очень прикольный. Просто восторг. Восторг. Смотрите, такой я не видела, кстати. Какая-то у него, видите, ткань ребристая немножко. Такой же, только из другой ткани. Но вот это тоже моя любовь, тоже вам выкладывала. Вот это вообще влюблена просто в этот жакет. Только я не знала, что здесь есть надпись Чукс. Боже, очень красивый. Из замша. 72 500. Просто восторг. Невозможный. Офигенный жакет. Боже, я его хочу. Я его очень хочу. Потом смотрите, что есть. Понятно, что уже у нас холодно для Мини, но оно все равно прикольное. Тоже на низкой посадке. Красиво. Кстати, с этим жакетиком. Представьте, как хорошо цвета сочетаются. Вот еще, смотрите, с бахромушечкой. Вольто. 68. Красивое. Так, я взяла розовый примерить. Еще вот горчичный такой же есть. Мне тоже очень нравится этот цвет. С чернильными джинсами. Представьте, какая красота будет. И с белыми тоже. Вообще шикарно. Ой, девочки, только посмотрите. Какая красота бушистая. Очень мне нравится. Он такой объемный. Сейчас я сниму, скажу, какой на меня размер. По-моему, эско. И вот его как-то мне обычно хочется стилизовать. Это я сейчас вообще в велосипедках коротких. Ну, вообще, очень красивый. Так. Ну, его красиво, конечно, на четыре пуговицы сразу вот эти застегивать. Сейчас еще покажу вам. Есть такой же мабулачно-белый. Тоже пушистик. Вот тот был с волнами фактурными. А здесь тоже именно такая ткань. Вот. Единственное, что интересно, он теплый или нет. Но мне нравится его длина и объем. Так, да, я его примерила в размере S. Красивый. Так, ну что. Как вы поняли, мне захотелось примерить все розовое. Но это тоже вообще очень мне нравится. Все. Теперь вот этот вот жакет попадает в мой виш-лист. Очень красивый. Посмотрите, обожа. Конечно, вот этот жакет, я помню, был в коллекции Prado этого года. Я там тоже в него безумно влюбилась. Этот вообще ничуть не хуже. Красивый. Так, ну что, все. Я вот то, что хотела, я примерила. Моих этих пушистиков, костюмчиков, юбочка и свитер. Не было в размере в моем. Посмотрите. Красивые такие. Так, девочки, мы с вами идем на обзор 12 Store. Сейчас примерим. Посмотрим, что у нас тут за красота. Значит, рассказываю вам, в чем я одета. Здесь на меня толстовка планты, которую я выкладывала к себе в телеграм-канал, в подборку. Просто обожаю ее. И теперь вообще на шум не снимаю. Вот этот цвет шикарный, голубо-серый. Очень мне нравится. Так, это маечка из H&M. Штаны, чтобы вы понимали. Но я в прошлом влоге, кстати, их снимала. Я их все-таки купила. Это мак. Вот. Это, по-моему, моя первая вещь в этом магазине. Но это не точно. Но мне понравились, что они такие широкие достаточно. На мне, кстати, размер M. И они хорошо на мне держатся. Резинка. То есть я даже их могу повыше поднять. И она будет держаться. Ну и кросс и ассекс. В общем, я оделась, как всегда. Очень удобно, чтобы я не уставала, ходя по магазинам. Поэтому у меня всегда такие расслабленные луки. Так, а вот мои ассекс. Мне кажется, они идеально вписываются вообще в этот образ. Посмотрите, как все красиво сочетается. Мне нравится. Вот. Единственное, сумочка у меня серой нет. Вот это надо исправлять. Поэтому у меня, как всегда, манго. С которой я тоже каждый день теперь таскаюсь и не снимаю ее. Вот. Такой лук. Смотрите, какой красивый выбор сумочек замшевых. Я не могу. Я очень хочу всю сумку замшевую. Я в тот раз снимала. В этот раз, наверное, возьму в примерочную. Какому-нибудь образу. Так, девочки, смотрите. Жакет. Я вам в Чуксе тоже снимала. Розовый такой замшевый. Просто шикарный. Мне очень они нравятся. Они, конечно, вот такой нью-йоркский стиль 80-х, 90-х. Безумно крутые жакеты. Так. Ну, не вижу, сколько стоит. 130 тысяч. Просто шикарные. Я обожаю. Если нет возможности, кстати, у вас, например, приобрести такой жакет, можно поискать в каких-нибудь винтажках. Я уверена, что там полно такого добра. Очень крутые. Посмотрите, какие красивые сапожки. Просто невозможные. Тоже из замши на таком маленьком аккуратном каблучке. Мне очень, конечно, нравится. Блин, я не дотянусь там до цены. Но я думаю, что можно на сайте посмотреть. Посмотрите, а есть такой же жакет, только из кожи. Глянцевый более. Но это просто восторг. Мне очень нравятся эти жакеты. Очень красивые. Тоже стоят 130 тысяч. Мне безумно нравятся. Джинсики очень мне понравились. Мне кажется, возьмем их в примерочную с вами. Прям классные. Сапожки. Я вам в тот раз снимала вот эту модель. Такая же, как высокая, только укороченная. Понравились. Потому что серый цвет. Я себе хочу серые казаки. Еще вот такой вариант. Тоже замшевые. Очень красивые. И есть кожаные. Тоже очень тонченые. Я прямо не могу. Влюблена. Во-первых, у нас очень модные сейчас кардиганчики. Я хочу себе найти идеально подходящий, плотненький. Этот стоит 28 тысяч. Но у него, наверное, в составе кашемир, потому что он очень нежный. Цвет безумно красивый. Конечно, вот этот серый. Я люблю именно такой оттенок. Суперский кардиганчик. Просто. Есть еще такая кофточка с воротом. Но я просто не очень люблю такие. И брючки. Это как комплект. А у белого есть юбочка. Такая она как будто бы шерстяная. И вот такой кардиганчик уже с вырезом глубоким. Так, ну мы с вами возьмем примерить, наверное, оба кардигана и эту юбочку. О, малыши уги теперь появились, кстати, в шоколадном цвете. Вот я на них вжигу и теперь хоть посмотрю. Но, наверное, возьму примерить все-таки вот эти. Потому что мне вот светленькие больше, конечно, подходят. Больше нравятся. Но шоколадные тоже шикарные. Мне еще очень нравятся эти уги. Как тапочки. Так. А цены нету. Будем искать в примерочной с вами цены. Вот эти очень джинсы понравились по расцветке. Такой синий цвет. Тоже немного выстиранное. В общем, такой цвет подходит очень круто. К любому образу, на самом деле. И он удорожает. Это факт. 18-980. Вот. Шикарный цвет джинс. Мне очень нравится. Икрой у них прямой, что ли. Или немножечко прям зауженный. Не понимаю. Надо примерять. Кстати, вот это что-то новенькое. Такое я не видела еще. Такое укороченное пальто. Рукава без подклада. И здесь, кстати, без подклада. Да. Блин, слушайте, у меня вот из 12 торс пальто есть. 39, короче, 40 тысяч стоит. И это мое самое любимое пальто. Потому что у них очень нежный такой материал. И он не тяжелый, а легкий. Его носить прям вообще не проблематично. И всегда для меня лично, для моего роста. Метр шестьдесят семь длина идеальная. Вот длинных пальто. Если я сейчас увижу похожее на мое, я вам сниму. Так вот, мне вельветовые брючки еще понравились. Тут достаточно такая толстая полоска. Темно-синий цвет. И они в роли прямые. Слушайте, ну класс. Я их не видела до этого. Стоят 23. Такие брючки классные. Стильные. Прям очень. В офис тоже спокойно можно в таких ходить. Еще вот нашелся такой кардиганчик. Пушистый. Тоже в чуксе. Я в том году снимала вам. Лиловый такой. Он до сих пор, кстати, там продается. Тут стоит 33. Красивый. Здесь такой более песочный цвет. Очень мягенький. Пушистик. Вот это я точно беру. Я в тот раз хотела взять его. Я просто устала и не стала ничего им примерять здесь. Поэтому в этот раз без этого кардиганчика мы отсюда не уйдем. Так, на минуточку. Здесь появились шапочки-перчаточки. Шапочка стоит 6,980. Перчаточки. В общем, сложно оттуда достать. Вот и шарфик. Есть в сером, в розовом. И вот это я вам снимала в тот раз. Это, конечно, моя любовь. Я хочу вот этот комплект. Смотрите, девочки. Я нашла другой цвет. Это такой светло-серый. Серый-белый. Очень красивый. Вот этот цвет, конечно, мне нравится больше, чем предыдущий пальтишко. Но оно прикольное. Мне кажется, его очень классно можно стилизовать. Раньше были такие рубашки, да, теплые. А теперь такое укороченное пальтишко. Я бы его носила, мне кажется, расстегнутым. С каким-нибудь шарфом, с джинсами, со свитерком серым. Ой, смотрелось бы шикарно просто. Очень мне понравилось. Взять, примерить, что ли, его. Так, ну цены тут нет. Я вам ее уже говорила. Смотрите, еще джинсы. Так, мне вообще тут все джинсы нравятся на самом деле. Но я все не наберу себе в примерочную. В общем, это очень-очень светло-голубой цвет. Хотя он кажется белым, но нет. Он действительно очень светло-голубой. Стоят они 15 тысяч. Классные джинсы. Значит, и они... Не знаю, какой... Монфит. Это Монфит. Монфитики я не очень в последнее время. Не знаю. Но, конечно, джинсы прям необычные. Настолько светло-голубые я не видела еще. Вот это крутой пуховик. Я его хотела пару лет назад, по-моему, купить. Но какой-то другой в итоге нашла, купила. И до сих пор он здесь. Только мне кажется, что у него оттенок поменялся. Сейчас она стоит, этот пуховичок, 40 тысяч. Ой, мне кажется, что... Ну, я его явно задешевле хотела купить. И он был, по-моему, прям белого-белого цвета. Здесь он сейчас в жизни такой желтоватый. Молочный. Ну, более желтоватый, чем молочный. На камере более светлый. Вот, материал очень приятненький. Но, возможно, он будет пачкаться. Точнее, невозможно, а точно, потому что он белый. Вот эта водолазочка с молнией мне очень понравилась. Потому что здесь такая ткань. С вкраплениями темно-синенькими. Я такое люблю. Потому что это лонгсливчик. Мне нравится. Он стоит 13. Так, смотрим. Здесь есть платьишко такое. Макси. С горлышком. Тоже очень крутое. Я знаю, в лайме такое сейчас продается. Стоит 23 тысячи. Так, у нас тут шерсть и кашемир. Но оно очень мягкое. Мне кажется, оно точно не будет колоться. Прям нежное-нежное. Шикарное. Ну, вот еще такое интересное платье. Я нашла тоже оно такое, как будто из шерсти. Но более тонкой. Я бы расстегивала сверху пуговки. Оно тоже макси. Создавало какую-то, мне кажется, многослойность с ним. Очень интересное платье. Мне кажется, можно что-то классное придумать. Возможно, даже можно попробовать сверху одеть лонгслив. Или под. Но, в общем-то, что-то интересное. Так, 20 тысяч стоит. Классное платье. Мне очень понравилось. Так, ну что, девочки, смотрим. Смотрите, какое красивое пальто, короче. Мне очень нравится. У меня есть наподобие студия 29. Только оно с пуговками, не на молнии. И карманы здесь внутренние, у меня накладные. Вот. Ну, шикарно. Мне безумно нравится в этом сезоне. Такие вещи. Еще и цвет такой приятный. Очень красиво. Смотрите, сейчас я вам покажу целиком образ с юбочкой. И я вот жду либо сапожки, либо луки. Посмотрим, что сюда подойдет. Я бы, конечно, для своего комфорта одевала луки, как всегда. Комфорт превыше всего. Так, ну что, как вам? Юбочка шерстяная или кашемировая. Сейчас мы посмотрим с вами. Но здесь однозначно есть состав шерсти. Она тепленькая. Мне кажется, очень красивый образ. Вообще. Сумочку я взяла для жакета. Вот эту темную. Но сюда она как будто тоже подходит. Шоколадный такой цвет. Мне кажется, да. Но лучше, возможно, было бы светлое. Вот сейчас, если бы я, например, поменяла юбку на джинсы, тогда сумка лучше бы смотрелась. И луги коричневые, если. Ой, как мне нравится. Так, сумку я прям эту хочу, хочу, хочу. Надо решить только насчет цвета. Так, смотрю. Сзади у юбочки такой разрез красивый. Так, мне нравится. Мне прям очень нравится этот лук. Это прям мое. Так, юбочка у нас стоит 18,980. Состав 90% в шерсти, 10% в кашемир. Вот, просто прекрасно. Ну, смотрите, если что, она тоненькая, немножечко она просвечивает. Ну, что вообще, смотрите, сразу другое дело. С джинсами, конечно, мне комфортнее. И все классно сочетается. Цвета, причем, здесь разные в образе, но гармонично между собой смотрятся. И это за счет состаренных джинсов темных. Пока я жду обувь. Примерила пока свои кроссовки. Но с ними тоже, кстати, очень классно получилось, потому что они придают такой немного спортивности в этот образ. Все, теперь мой любимый лук. Однозначно. Именно с шоколадной сумочкой. Смотрите, реально, как красиво. Джинсы вообще офигенные. Вообще восторг. Так, я хочу, чтобы вы, как всегда, голосовали за самым понравившийся образ или вещь. Так что жду. Смотрите, какие джинсы шикарнейшие. Мне очень нравятся. Так, ну что, опять нету цены сумочки, но, в общем-то, я ее снимала в предыдущем влоге. Здесь есть такой маленький прикрепленный кошелечек. Если что, сумку, наверное, я себе возьму. Красоту эту. Так, смотрим. Посмотрите, какой красивый жакет. Это просто прям винтажный, идеальный. Я влюблена. Я надела суками светленькими. И я ставила предыдущие джинсы. Мне кажется, это просто шикарно. Это восторг. Вот честно, девочки. Очень мне нравится. Мне идет такое. Я точно это знаю. Мне, конечно, срочно нужен на замшевый жакет. Вообще, его можно сочетать с чем угодно, если честно. Его можно и на юбке, и на платье одевать. Ну, просто со старинными такими темными джинсами мне, конечно, нравится больше всего. Потому что это комфорт, опять же, для меня лично. Ну, очень красиво. Так, давайте я вам ноги поближе покажу. В общем, мне принесли 38 размер, потому что 39 не было. Что хочу сказать. Будто бы они мне как раз, мой 38, но вот эти швы, они как бы немного врезаются у меня в большие пальцы. Вот, вот мой прям большой палец. Поэтому, я как и думала, мне нужны 39, конечно. Ну, может быть, на сайте есть. Выглядят они на ножке вот так. Очень-очень аккуратненько. Не громоздко. Да, конечно же, в них очень комфортно вообще в тапочках. Сейчас я вам с юбочкой белой одену, покажу, как красиво будет смотреться. Я в лугах хожу всю свою жизнь неизменно. А хотя, мода на них сумасшедшая какая-то появилась вот пару лет назад. Но я всю жизнь ходила, так и буду ходить. Это точно. Голосуем, девочки. Вот, насчет сумочки. Сумочку все-таки сюда светлая нужна к подуге. Так бы лучше смотрелось. А то вот это как-то более утемняет образ. Ну, в общем, не подходит. Сюда светлая нужна. Светлая замша. Будет идеально. Так, значит, это вот такое укороченное пальто. Где цена-то? Стоит 40. Ну, 39,980. Артикул был здесь. Размер S на мне. Красивая. Джинсы вот эти шикарные. Boyfriend Fit. В общем, я очень светую их вам. Стоят они 17. А мой размер вообще такой. Я все время покупаю 38 размер джинс побольше, чем свой. А здесь вот такой. Я не разбираюсь в этих размерах. В общем, я взяла такой. И сели они на мне идеально. AV26L30. Ну, это восторг. Посмотрите. Какой прелесть. Тоже образ. Фаворит. Вообще, пока я тут все примерила, мне все фавориты. Мне очень нравится. И причем я же все миксую между собой. Обожаю. Уги очень классные. Можно носочек тепленький поддеть еще. А можно вот так с голой ножкой. Супер. Очень мне нравится. Ну, вот опять же, сумочку, наверное, лучше светлую сюда. Хотя это тоже прикольно смотрится, знаете. Вообще, шикарный образ. Ну, я влюблена, девочки. Так, вот я с этим образом одела луги. Тоже круто выглядит. Сумочка мне очень нравится, как сюда подходит. Так, что хотите со мной делать? Что хотите, то пишите. Я влюблена в этот образ, в эту шапку, в этот шарф. Это вообще очень круто. Я одела с угами специально. Я поменяла джинсы. Я поменяла джинсы на более темные. Предыдущие были вот эти. Сейчас на мне прям потемнее. Я специально, кстати, одел джинсы темнее, чтобы сочетались вот с этой полосочкой у шарфики. Это очень важно. Потому что если бы они не сочетались, например, если, давайте, я приложу вам светлые, это уже было бы немного по-другому. Не так бы образ смотрелся. Нужно все светленькое. Нужно, чтобы что-то было одно потемнее. Контраст, чтобы сделать. Как вам? Как вам? Как вам, как вам, девочки? Он мне очень нравится. Так, шарф 20. Хочется, конечно, с десебли. И шапочка 11. Так, напоследок. Вот с вторыми джинсами как смотрится. Это просто красиво. Тоже мне нравится. С более темными. Так, ну и под конец. Конечно же, я не могла не примерить этот кардиганчик. Просто прекрасный. Очень мне нравится. Ну, допустим. Классно. Полный лук. Вы знаете, возможно, я бы в этот лук добавила как раз те сапожки на маленьком аккуратном каблучке в сером цвете. Но мне их так не принесли, поэтому мы остались без них. Вот. Будем представлять, что они на мне. Смотрите, как красиво. Мне очень нравится. Каждый ган стоит 15 980. Вот такие, смотрите, полосочки красивые. Я влюблена. Так, джинсы номер два, которые на мне были. Boyfriend Fit. Кажется, по ощущениям, кстати, что это одна и та же модель. Сейчас проверим. 18 980. А размер этот больше, что ли? Так. Да, это одна и та же модель. Просто они разного цвета. Очень крутая, значит, модель. Ага, значит. 26 30. А эти 26 32. Ну, а имя тоже как раз идеально. Крутые. В общем, все. Это мои. Вот эти я не стала. Мне не очень понравились, как они сидят. Вот эти джинсы, конечно, мои фавориты. Давайте вам и себе тоже, чтобы не забыть, где артикул у нас. А вот артикул я вижу. Артикул темных и артикул посветлее. Скриньте. Ну, и малышки Уги тоже очень мне понравились. Ну, единственное, вот эти как-то... Вот это вот правый не очень понравилось, как сделано. Но в любом случае мне бы 39-й лучший размер. Такие классные. Цены тоже нет. На сайте можно посмотреть. Вроде я вам все сказала. Юбка в размере S. И жакет в размере S. 130. Вот это тоже размер S, кстати. Штучка была на мне. И кардиган размер S. Следующий магазин у нас Lime. Сейчас посмотрим, что тут у нас из новиночек. Так, я уже вижу, во-первых, новые шарфики. Похожие, как в манго я вам снимала. Тоже с такой похромушечкой. Мягкие. Может быть, я их и тоже тут видела. Я уже не помню. 2000 рублей стоит. Посмотрите, сколько разных цветов есть. А вот, кстати, лонгсливы. Помните, я в той серии... Уже у меня серия, понимаете? Сериал снимаю вам тут. А в предыдущей серии обзоры из Lime я вот примеряла этот лонгслив. И теперь здесь есть такие же молочные. Приятные очень цветы серые. Конечно же, 3... Так, 4 тысячи стоят. Я помню, я читала, там в составе шелк присутствует. Это премиум коллекция. Вот, мне очень нравится, конечно же, серый. И, конечно же, молочный. Отличные. Так, смотрим. Это прекрасные новые балеточки. Отличные. Сделаны, конечно же, кожаные. Очень мне понравились. Просто вау. Вот я очень советую вам эти балеточки. Стоят они 9. Просто прекрасные. Так, найдены еще одни со стариной джинсы. Они с такой прям коричневой со старинностью. Ой, крутые. Мне нравятся. Прямой вроде крой у них. Они широкие. Так, ну где же цены у нас тут? Я не вижу ни одной цены. А вот. 5600. Ну, наверное, их нужно взять. Я периодически хочу что-то взять, потом начинаю второй круг ходить по магазинам и забываю половину вещей, которые я хотела примерить. Вот у меня так было в 12 втор, например, сегодня. Хотела взять кардиган и вспомнила, когда уже уходила из магазина, увидев их. Ой, это мои любимые лонгсливы. У меня есть такой. Я его обожаю. Очень красивый. Буду на днях выкладывать. Спрощенную соцсеть. Съемку. Где я как раз в этом кардиганчике шикарно. Обожаю. Так. Ну что, опять мы цены найти не можем. 4000. Образ висит. Он мне прям понравился. Такие джинсы огромные. И что жилеточка? Трикотажная. 4000. Ага. Woolblend. Вот шерсть. Джинсики такие огромные, объемные. Но они прикольные. Тут осталось совсем немножко. Как всегда, разбирают. Очень быстро. Значит, появились комбезы. Что я тоже не видела. Чернильный цвет. Но я бы, конечно, не стала комбез покупать. Я бы купила джинсы однозначно прямого кроя чернильного цвета. Ой, смотрим. Смотрим срочно. Специальное предложение. Какие-то... Ой, смотрите. Здесь эти замушевые штанишки есть. Так, они стоили 7. Сейчас 4 стоят. Слушайте. Туфельки, туфельки. Есть пальто. В этих специальных предложениях. Так, ладно. Конечно, я не очень люблю. Я хотела вот эти сланцы же примерить. Их первый раз сейчас вижу. Так, они стоили 5... Ой, 6600. А сейчас 4. Супер. Ну что, уже поздно их прям вообще брать. Это какой? 38-й вроде мой. Вот это вообще шедевр. Смотрите, какие красивые браслеты появились. Два браслета в комплекте. Стоят 2600. Очень красивые. Я себе такое хочу. Есть еще золотые, но золотые они обычные, кругленькие. А эти, видите, прям вообще офигенные. Так что у нас тут. Так, ну мы, конечно... А, вот эти еще сережки милые. Ну, я не знаю, как они смотреться будут. Ну, однозначно, эти браслеты просто шик. Хочу. Ой, какая прелесть. Посмотрите, прозрачная пола. Шерстяное, что ли. Беленькая. Так, альпака. Стоит 3. Из альпаки. Посмотрите, какое красивое. Ну, вау. Я такое розовенькое еще видела когда-то. Капор. Значит, в таких оттенках. Конечно же, я себе взяла серый. Бежевый еще мне тоже нравится. Черный не люблю. Увидела пушистика издалека. Какая что-то подошла, не знаю. Укороченный свитерочек. Я бы хотела, наоборот, объемный такой, большой, скорее, чем укороченный. Он стоит 7. Ангора. Ну, конечно, он очень нежный. Еще есть в бежевом цвете. Такой свитерочек есть. У меня, кстати, из лайма. Там, я не знаю, года 3-4 назад, может, покупала. Вот точно такой же. Тоже рукава чуть-чуть расширяются. Только у меня был цвет. Светло-серый. Очень светлый. Практически как беленький. Один в один свитер. Но вот только как будто материал немного мягче, что ли. Ну, может быть, я не помню. 6 тысяч стоит тоже Ангора. Но, наверное, он у меня был не из Ангоры. Надо прийти домой посмотреть. Ну, что, новенька тоже этого не видела. Но мне не нравится. Ни джинсовка, ни зубка. Слушайте, вот это очень прикольная задумка. На самом деле, мне нравится. Во-первых, это свитер. Он укороченный, он на молнии. И он идет типа как толстовка. Но на самом деле, это свитер. Это мне очень нравится. Он с капюшоном. Ангора. Стоит 7 тысяч. Смотрите, жакет с гардиентом нашла. Серого цвета. Ну, кстати, прикольный. Конечно, я бы не сказала, что это прям база какая-то. Возможно, я бы в таком не ходила постоянно. 9. А биджаки, конечно, лучше брать. Те, в которых вы постоянно будете ходить. Но он прикольный прям. Очень необычно. Еще застегивается на запах. Я думала, их вообще больше нет. Но тут, конечно, в последних размерах висит. Размер L. Не знаю, что там. Я же думала ее купить, потом передумала. И тяжело. А сейчас, не знаю. Как-то не хочется. Не понимаю, почему. Так. 12 тысяч стоит. Но что-то меня в ней смущало. Я с ней все ходила. Ходила, так и не взяла. Вот хорошик. Юбочка висит в специальных предложениях. Она стоит теперь... Стоила 4, сейчас 3 на 1000 рублей. В общем-то, дешевле. Не знаю, как вам ее показать хорошо. Но она классная. Вот она такая. Мини на высокой посадке. В общем, девочки, это все новинки. А, кстати, вот. Такой я не видела. Тоже такой цвет розовый, грязный, состаренный. Появилось. Ну, в общем-то, мало тоже новинок. Я тут увидела. 1800 рублей. И что? Сейчас мы будем набирать с вами вещи. Пойдем примерять. Что-то я расстроена. Я не понимаю. Надо, в общем, в другие магазины походить. Вот 12 тор я сходила. Там просто вообще все новое. Все крутое. Я привыкла, что в лайме в последнее время постоянное пополнение. Так, что это у нас? Какие-то тоже джинсы интересные. А, нет, мне уже такое не нравится. Это сзади вот. Все в дырках. Еще нитинки. Я не помню, как они правильно называются. Тоже классные. 1800 рублей стоит. Есть такого цвета. Черного. И серенькие. Не знаю, я бы серенькие себя, наверное, хотела. Слушайте, мне очень нравится. Я не знаю. Это вообще, конечно, не база. На мне размер L. Но мне очень нравится вот эта штучка. Я не знаю, что это. Свитерная толстовка. Очень крутая, правда. Я не знаю теперь. Ну, я вот, у меня может быть такое, что вот мне в момент понравилось. Я такая, все, надо брать. Надо брать. Я скажу уже с ума. Беру. А потом могу такая, зачем мне это, и сдаю. Такое у меня бывает. Поэтому как будто бы это вот такая вещь. Ну, я не представляю, куда мне ее носить. Но она реально классная. Я там все представляю. Я не знаю, в Турции, в Каше. Там вечером какие-нибудь шортики на мне одеты. Знаете, хлопковые. Вот как может такие трусы. Вот эта вот кофточка. И я такая вся классная. В кедах, в кроссовках. Ну, я не представляю, что я на отдыхе. А здесь не совсем непонятно. Вот знаете, вот я бы так со спортивными штанами не хотела бы просто носить. Хочется под нее какой-то летний вайп. То есть она же теплая, да, так скажем. Ну, это свитерок. И хочется как-то облегчить эту кофту. И сделать ее особенной. И вот за счет летних каких-то вещей. А сейчас, если ее носить, то, конечно, придется там вот так. Ну, вот так мне не нравится. Я вам хочу сказать. Я не хочу только носить. Короче, давайте капюшон еще одену. Девочки, мне нравится. Ну, что делать? Да больше затянуть ее, больно. Ну, мне нравится. Ой, ладно. Мы копим на жакет из чукса или 12-го. На замшевый. Не скупаем все подряд. Но эта кофта, это просто... Хочу ее купить. Очень мне нравится. Если бы она продавалась летом, я бы 100% купила. Ну, что, опять у нас без цены. Ну, по-моему, я вам ее называла, да. Это ангора. Очень мягкая, кстати, очень нежная. Кофточка. Такая сразу девочка-школьница. Так, ну что, мне очень понравилась эта пола. Просто безумно. Я очень люблю последние пару лет вещи, которые невесомые, которые прозрачные, которые такой тоненькой вязки. Для меня это очень красиво и выглядит дорого. Вот. Поэтому я бы, конечно, взяла бы, я не знаю, 100% это пола. Одевала бы просто, если... Ну, оно же прозрачное. Значит, нужно под низ одеть белый топ. Лиф, например. Как спортивный, то, ну, желательно, чем он меньше, миниатюрнее, тем лучше будет выглядеть. Очень красиво. Может быть, даже можно наслаивать пола на пола. Было такое розовое. Представляете, одеть так красиво. Розовое поло под беленькое. Или наоборот. Или же два белых. Это тоже очень красиво. У меня сините. Волосы какие-то отросли новые. Либо сломались, я не понимаю. Торчит какой-то кусок бесячий. Значит, что хочется сказать. Балетки шикарные. Джинсы мне понравились тоже. Цвет такой у них глубокий. Синий. Тоже дорого выглядит. Достаточно. Но, наверное, я... Ну, это красивый образ. Но это не совсем мое, так скажем. Мне кажется, я бы поменяла верх пола на лонгслива для себя. Но сам по себе образ этот я, конечно же, рекомендую. Потому что он красивый и стильный. Мне нравится. Давайте в балетки смотрим. Какие красивые. Я взяла 39 размер. Потому что 38 не было. И что хочу сказать. Мне кажется, что они как раз... Балетки, мой, вот здесь, конечно, заканчивается. Здесь есть место. Но зато там чуть свободы. Плюс они у меня расстегнутые. Чуть-чуть сваливаются. Если застегнуть, будут супер. Но, конечно, иногда классно и модно носить расстегнутые палетки. Поэтому, наверное, лучше брать в размер. Но при этом можно одеть теплый носочек сейчас. Мне будет как раз в 39. Скажу так. Но в целом я, будто бы, и так могу ходить в 39. Не знаю, насколько быстро. Короче, красивые палетки. Вообще шикарные джинсы. И пола. Не знаю. Очень мне нравится. Восторг. Так, пола, значит, в размере S. Стоит 3000 рублей. Альпака. Посмотрите, какое оно нежное. Вообще я не могу с этого. Мне, кстати, кажется, что вот 3000 это недорого для такого пола. Плюс еще у него натуральные материалы. Шикарно просто. Ну вот я думаю. Такое ощущение, что вот так круто. И необычно. Так, капшонечко убраем. Слушайте, ну, это прикольно. Мне нравится. Однозначно. Вот так вот носить. Прекрасно. Можно еще расстегнуть там, одеть какой-нибудь топ. Конечно же, девочки, это мой самый любимый образ. Два лонгслива. А вот эти, кстати, в размере S. Но они не обтягивают. Они немного висят. Так тоже, кстати, прикольно носить. Когда они просто на тебе как бы валяются. Простыми словами. Вот. Джинсы супер подходят. И классно смотрятся балетки. Вот база прекрасная, стильная и классная. И не такая дорогая. Так что вполне можно одеваться стильно. Все. Джинсы, балеточки. Не знаю, для меня каждая вещь уже в этом образе. Это база уже очень давно. Разве что у нас тренд мода на балетки пошла не так давно. Но они уже стали частью моей базы. Правда. Вот эти вот шикарные. Честно. Я не знаю. Я балеток лучше, честно. Вот вообще не видела за такую цену. 9 тысяч. Но это просто прекрасно. Они кожаные, вы понимаете? Просто восторг. Так, значит, темные джинсы на мне были в 38-м размере. И стоят 5600. Четыре артикул смазался здесь. Кажется, тут цифра 2-3-6-3. Но, надеюсь, я не ошиблась. Вот эти джинсы, конечно, меня покорили. Честно. Я их прям представляю еще с обувью на каблуке. Но посмотрите, как эти балетки красиво вписались. Ощущение, как будто ты в туфлях. Мне очень нравится этот образ. И, соответственно, конечно же, эти джинсы очень мне понравились. А я их взяла в размере тоже в 38-м, как и все свои джинсы. Но думаю, что можно их взять в 36-м размере, чтобы они сидели выше и не валялись именно по полу. Сейчас они будут у меня поменьше. Они будут вот такой длины. И будет прям идеально. Чуть-чуть совсем, наверное, касаться пола. Но это не так критично. Сейчас, к сожалению, но они так все равно очень красиво смотрятся. Они прям валяются. Да, вы видите. Но, конечно, это визуально выглядит красиво. В носке, естественно, это неудобно. Вот. И у них, соответственно, видимо, да, такая более высокая посадка. То есть даже прям высокая, я бы сказала. Прикольные джинсы. Вот, честно, мне они безумно понравились. И цвет у них очень красивый. Офигенные. Крутые прям. Так, ну что, девочки, как вам? Так, эти голубые джинсы стоят 5600. Тоже 38 размер. Но я бы взяла луч 36-й. И лонги 4000. Silk Blend. Это даже, я бы сказала, теперь как будто бежеватый. Знаете, они молочные. Ну, при разном освещении разные какие-то. Так, ну что, девочки, мы сейчас идем с вами в Манго. Смотреть на виночки. Я надеюсь, что с прошлой недели там что-то новенькое, хорошее появилось. А то в прошлый раз было как-то пустовато. Так, в Манго, значит, найдены балеточки. Вот такие. Слушайте, ну симпатичные. Симпатичные. Не знаю только, это что. Кожзам, наверное. А 7000 стоит? Может и кожа. Вообще такая нежная. Наверное, даже кожа. Ну, кстати, классная. Мне нравится. Однозначно. Красотуля. Очки. Тоже прикольные. Мне нравятся. Прям необычно такая форма. Они не круглые. Вот здесь вот квадратненькие немножко. Но закругленные все равно. Ой, мне нравится. Стоит 3500. Вижу только две штучки. Вы смотрите, шортики, трусики. Премиум селекшн, кстати. Они такого темно-серого цвета. Скорее, какой-то. На, мокрый асфальт. 7000 стоит. В общем, интересное решение. Но не для меня. Так, вот есть лонгсливы новые. Ну, я видела их на Ламоде. И не стала выкладывать их в ТГ к себе. Потому что, ну, вот я так и знала. Мне они вот такие не нравятся. Во-первых, мне не очень нравятся ворота этот. Ну, да ладно. Просто здесь не пришита горловина. Она, возможно, будет периодически вылезать. Ну, как-то, не знаю. Материал в целом будто бы какой-то хлопок с эластаном, да. Но что-то не то. Какие-то они не такие. Этот цвет какой-то болотный, наверное. Это очень желтенько-молочный. Прям слишком желтый. И черный. Ну, как-то. Не знаю. Это не мое совершенно. Стоят они 2800. Блин, увидела, короче, классную расцветку. Джинсы прям суперкрутые. Винтажные. Вот, похоже очень, как я померила. Сейчас 12 stores. Но это Monfit. Я не прям суперзауженные какие-то внизу. Я не знаю. Может быть, надо брать огромный размер. Это, конечно, 32. Но не пойму. Может быть, возьму. Посмотрим, как сидят. Вот эти пальто я не помню, я вам снимала или нет. Ну, вот мне нравится материал. Похож, как только, кстати, 12 stores. Но цена, естественно, намного дешевле. 14 тысяч 15. Вот. Ну, не знаю, что-то как-то из пуговицей с этими. Не люблю, когда что из пуговиц. Есть разные цвета. Есть такой, чуть шоколадный. А есть бежевый. Ну, опять же, они как будто не совсем длинные, что ли. Какие-то короткие. Маньячки, я не знаю. Ну, не хочу что-то его примерять. Хотя это кажется длинным. Но это XL-ка. Ладно, посмотрим. Вот еще, вижу, бомберы появились. Кстати, очень плотная ткань у них. 10 тысяч. Качество, конечно, хорошее. Но вот не люблю эту рыжую штуку. У этих тоже 100%, наверное. А сейчас как же мне подойти к ним? Ну, да. Иксеска. Ну, надо взять, примерить, наверное. Посмотреть, как сидит. Самый огромный размер надо брать. Есть еще черный цвет. Но я, наверное, возьму хаки. Так, вот пальто. Wool blend. Возьмем, примерить его. Ну, вот, кстати, хороший лонгслив нашелся. Он очень тоненький. Прям подойдет для многослойности. Чтобы одевать друг на дружку. Стоит 2-300. Не знаю, есть ли другой цвет. Но черный нашелся. Это размер XL. Самый огромный. Поэтому он так висит. Вот. В общем, нужно искать еще цвета. Так, ну что, пальтишко хорошее. Мне понравилось. Единственное, конечно, вот пуговицы черные. Вы знаете, мое отношение к ним. Вот. Такое хорошее. Мне нравится то, что оно объемное и тоже длинное. Серый мой любимый цвет, конечно же. Но, кстати, елочкой вот так вот идет. И стоит 18 тысяч. Ну, по нему и видно, потому что плотненько. Прям плотная, стоячая. Форму держит. Убрать пуговицы. Сказала, убрать пуговицы. Не знаю, мою ненависть к ним не понимаю. Так. Ну, конечно, для своего роста, на самом деле, я бы хотела подлиннее пальто. Вот так, наверное, чтобы оно было у меня. Вот это прям... Посмотрите, сразу пальто будто бы становится дороже. Вот такая длина его. И вот такая. Ну, это же видно просто невооруженным взглядом. Вот такая длина, блин. Офигенное пальто было бы вообще шикарно. Я бы даже на пуговицы не смотрела. Но все же оно короче, чем хотелось бы именно мне. Может быть, так сработает. Но нужно просто у кого рост, если пониже, то прям супер будет. Вот. Кстати, пальто на мне было в размере М. Так, ну как вы поняли, мы сегодня с вами по верхней одежде, потому что я уже второй раз, вторую неделю захожу в манго. И тут очень мало новинок. Но вот взяла верхнюю одежду, которую я еще не видела. А все остальное в целом я видела уже и снимала вам. Поэтому у нас получается такая маленькая примерка, без образов, а просто. Надеюсь, что в лайме у нас сейчас много новых вещичек будет. Да-да. Ну, бомбер, я не знаю. Я бы не сказала, что он прям вау, обычный бомбер. Может быть, я бы хотела, чтобы он был более плотно набит, потому что... Как вам показать? Потому что он скорее тоненький. Ну да, тоненький. Ну, неплохой. Ну, как-то он еще снять. Надо застегнуть. Сейчас я его застегну. Вот я застегнула бомбер. В целом, рукава объемные, мне нравится. Но как-то... Не знаю. Не вау. Так, сколько у нас он? 10 тысяч. Размер Эль я взяла самый большой, увидела только. Эль. Ну, мне, кстати, очень понравилась деталь какая. Смотрите, что здесь заклепочка обшита тоже этой же тканью. Это очень классно. Мне нравится. Девочки, ну, это пальто вообще шикарно. Мне очень понравилось. У него такой песочный цвет, пуговицы, конечно же. Все супер подходит. У него еще такие красивые. Красивые. Мне очень нравится. Пальто нежное. Очень тоненькое, нежное. Оно хорошо держит объемы. Не выглядит как тряпка. Не тяжелое, что самое важное. Тоже в пальто. Очень мне нравится, как вверх выглядит. Прям такие плечики. Очень крутое пальто. Ну, конечно, это премиум селекшн уже. Еще бы там не было крутого пальто. Ой, безумно мне нравится здесь пуговки. Тоже, кстати, вот материал дальше еще больше похож, как в 12 Торс. Но здесь, наверное, цена-качество более совпадает. Офигенное пальто. Так, давайте посмотрим. Значит, стоит 33. А на мне размер М. Ну, да. Я вот помню, я себе в 12 Торс пальто покупала где-то за 30, может быть, поменьше, на распродажу. Да, поэтому это у нас хорошая цена. Нравится прям пальтишко. Вот здесь еще очень красивый ворот. Смотрите, он сверху как объемный пиджак выглядит. Смотрите, это вообще-то пальто. Классно. Так, что у нас сзади? Так, сзади развес большой. Нужно уже спороть. Так, ну и оно подлиннее, чем серое пальто. Это 100%. Короче, советую вам, брать, девочки. И я померила с юбкой, тоже я нашла в отделе премиум селекшн. Но здесь вот в метрополисе все время очень маленький. Я иногда даже не могу найти вещи с премиум селекшн. Вот, но сейчас вот нашла. В авиапарке я хотела сегодня поехать, но там закрыли манго на реставрацию. Сейчас он там не работает. Это самые два ближайшие просто ко мне манго. Вот еще можно в Европолис попробовать съездить, наверное. Там классная, кстати, коллекция вещей подобранная. Вот юбочка классная. Мне очень понравилась. Вообще смотрится вот так прикольно, да? Единственное, что я бы, наверное, делала какие-нибудь интересные колготки и длинные гольфики. И надела бы сапожки или уги, что-нибудь такое. Был бы супер прям. Так, смотрим на юбочку. Очень приятная. Мне нравится она на низкой посадке. Сейчас скажу размеры, сколько стоит. Так, вот этому образу я ставлю лайк. Так, ну что, это как-то пусто. Вот. Джинсы я вам не стала показывать. Мне не понравилось, как они сели. Значит, пальто лайк, бомбер обычный. И вот эта серенькая хорошая пальтишка, плотная. Вот. Но, конечно, мой фаворит это вот это пальто и юбочка прекрасная. Очень жаль. Как-то мне грустно в последнее время в Манго заходить. Когда уже будет здесь супер объемная, большая, классная коллекция. И я тут вообще поселюсь жить и буду снимать вам все. Все образы. Это же мой любимый магазин. Как же. Так, юбочка у нас 36 размер я взяла. Идеально мне села. Стоит 7000 рублей. Очень приятный цвет и приятная ткань. Плотненькая она. Ну, не сказала бы, что прям супер, но ткань двойная, будто бы. Мне очень нравится. Подкладочка красивая. С вами сейчас идем в пространство Trend & Co. Или Trend & Co. Так, вот. Бренд Чайка. И хочу зайти в Бонапарт. Во-первых, вот в Чайке. Я делала недавно подборку в Телеграм этих костюмов. Невозможно красивых. Хочу примерить обязательно. Я хотела в Чуксе такие. Ну, цена, конечно, тут получше. Свитер стоит 18900. А юбочка? Юбочка 15900. Зефир. Вот еще серый костюмчик. Не знаю, какой выбрать. Серый, розовый и еще желтенький. Но тут я его пока не увидела. Очень классный. Жилетка тоже хорошая. Мне нравится. Она прям надутая. Плотная. Ой, обожаю. Так, жилетка стоит 11400. Очень красивый цвет молочный. Есть еще вот зелененькая висит. Какая-то красная. Да. Посмотрите, какая прелестность. Все такое зефирное и мягкое. Я в восторге. Просто. Так, стоит шапочка 3. 3000. Так, в подборку я, кстати, выкладывала вот эти жилетки. Они очень необычные. С такой пуговкой. Здесь надо обязательно примерить. Вообще, вот это вот очень невесомое. Прям понравился крой жилета этого. Необычный. Так, есть тут шоколадная еще была. Вот она. Блин, вообще офигенные жилеточки. Надо примерять. Мне очень понравились так. А вот эти жилетки стоят тоже 19200. Этот бомбер тоже укладывала, кстати, в подборку. Очень похож на мой, как из Zara. Только у него единственное, нет вот клепочек. Он просто на молнии. Такая, я их называю, дедовская куртка. Но я их обожаю. 17900 стоит. Во, я вот эту, кстати, выкладывала. Вот этот цвет. Короче, разные расцветки есть на любой вкус. Значит, да, Бонапарт я не нашла. Как будто бы он закрылся здесь. Вот, так что мы идем в Гейт-31. Тоже посмотреть новую коллекцию. Мне очень, кстати, понравился этот бомбер. Так, я отдала вещи. А то мне тяжело так ходить, конечно. Вот этот бомбер понравился мне. В Гейт. Прям классный. Так, сколько он стоит? 16490. Нормальная цена. Надо его взять примерить. Посмотреть, как он сидит. Еще тоже прикольный. Смотрите, двойной тренч. Будет как бы наслойный друг на друга. Слушайте, мне нравится, кстати. Единственное, что у него ткань такая более мягкая. Как будто вот она прям падает. Но не знаю, как это будет смотреться. 22290 он стоит. Очень классный. Как будто бы прям длинный, хороший. О, это моя любимая дедов плащ. Я люблю такой очень. Классный. Я так, извините, что я говорю дедов. 17890. Я так начала говорить, кстати, после того, как моя подруга сказала, во что я одета. Что я одета в деда. Я как раз была в куртке Зары дедовской. Так, что у нас тут? Давайте посмотрим. Шарфичек. Шарфичек хороший. Цвет очень красивый, кстати. Смотрите. Стоит 8490. Ну вот, кстати, вот эти милые. Что они на? На кнопочках? Или на чем? Не могу. О, на магнитиках, смотрите. И тут затягивается еще. Прикольно. Такие мне нравятся. Так, цены опять нет. В общем, мне понравилось, кстати, вот это и черненько маленький. Вот, кстати, если не знаете, где найти разноцветные носочки, в Гейт. Есть шикарные розовые, голубые. Очень красивые. Стоит 660 рублей. Вообще красивые все три цвета. Очень мне нравятся. Ну, а это у нас базовые. Так, и шапочки. Интересно. 3290. Вот, мне такие нравятся. Смотрите, очень объемная. Очень объемный топ. Майка. Алкоголичка. Вот это супер. И она такая плотная. Мне очень нравится. 3,890. Прям шикарная. Отличная. Так, во-первых, есть еще мужской бомбер. Он более кофейного цвета. Прям красивый. Но я так понимаю, он длиннее намного, потому что это размер XS. Он мне будет очень огромный. Придется сделать выбор в пользу светлого. На самом деле здесь мужскую коллекцию. У меня уже очень много что нравится. Такая жилеточка. Очень стильная. С накладными карманами. Потом нашли такие базовые свитерки. Я такие в H&M Man себе вообще-то покупала перед закрытием. Так, 10, 11 тысяч в общем стоит. Но тут чувствуется, будто бы шерсть присутствует. Классные вообще базовые. Я такие обожаю носить. Значит, девочки, я нашла шикарное какое-то пальто в гейт. Вообще, сейчас будет примерка срочная. Девочки, ну пальто просто невероятно красивое. Я в восторге. Такой темный цвет. Мокрого асфальта. Пуговицы в один тон. Монохром. Боже, это просто идеально. И меня даже здесь вообще ни капельки не смущает, что их здесь 6. Это очень красиво, девочки. Застегивается только на 2. Вот так вот. Оно объемное, широкое. Я бы еще чуть-чуточку хотела подлиннее. Вот. Как дурак. Присаживаюсь вам. Не могу так. Вот. Ну, само пальто вообще идеальное. Очень красивое. Мне безумно нравится. Тут еще освещение, блин, в примерочном, кто-то не очень хорошее. Так, пальто, значит, можно вот так носить. Мне очень нравится. Плюс здесь есть еще пряжечка. Тоже монохромная. Можно по-другому, как реальный пояс затянуть. Я решила завязать. Так, бомбер. Красивый. Мне нравится. Мне очень нравится, что такая сборка на рукавах идет. Цвет приятный. Но мне больше понравился именно мужской цвет. Кофейный. А это бежевый. Не понимаю. Ну, он, кстати, не прям толстый, тоненький. Но ощущение, что он набит пух перу, как будто. Я не понимаю. Вот. Ну, минималистичный просто, да. Красивый бомбер. Здесь нет резинки. Здесь тоже плащевая ткань на воротничке. Вот. А здесь такие резиночки. Ну, мне нравится, что сказать. Хороший бомбер очень. Так. Сзади тоже отлично сидит. Чуть в боку. Классно. У него очень плотненько внизу резинка, поэтому можно подвернуть вообще без проблем. И он не будет выворачиваться, если в застегнутом виде. Причем будет более объемный. Более короткий. Вот так будет сидеть. Ну, мне нравится. Вообще отлично. И базовый цвет такой приятный. Нежный, знаете, спокойный. В общем, он мне нравится, какая. Я уже несколько раз открыл, закрыла. Так, ну что. Бомбер я примерила в размере S. Да. И стоит он 16,490. Пальто я примерила в размере XL. Сама того не подозревая. Ну. Сел оно отлично. Значит, понятно. Значит, мне нужен XL. Надо запомнить. Так, стоит оно 33 тысячи. Так, у нас тут состав 60% шерсть, 40% лавсан, подкладка 100% вискоза. Красивая вообще очень. Вы только посмотрите. Не могу. Плавно переходим к пику программы. Ну, мне даже нравится, как с моими кроссовками, кстати, смотрится этот лук. Можно еще носочек одеть длинный. Будет красиво. Я выбрала серый комплект и взяла еще розовенький. Очень мне нравится все. Юбка, кстати, можно еще ниже спустить, чтобы она в пол прям была. Вот резинка туговата. Мне что-то не нравится. Вот юбка теперь, видите? В пол. Очень красиво. Ой, мне нравится. Вот, кстати, меня сейчас спрашивают, девочки, многие после моей фотосессии в запрещенной соцсети последней, я там была в серой юбке. И вот мне очень много человек написало, спрашивали, откуда юбка. А она мамина, она винтажная. Вот. Но могу вам сказать, что вот в целом вот это как альтернатива. Очень похоже на нее. Только единственное, у меня она прямая, а здесь она чуть-чуть вниз, видите, расширяется рыбкой. Плюс еще она здесь вся пушистая, а у меня нет. У меня просто она такой ткань свитера, и все. Ну, я, конечно, хочу, хочу костюмчик этот. Он, я думаю, очень теплый. Немного колет, но я думаю, что это неизбежно, потому что тут в составе тоже, по идее, должна быть шерсть. Давайте посмотрим, кстати. А, 90% альпака, спандекс и нейлон. Ну, значит, альпака покалывается немножко. Короче, так, давайте голосовать. Кое вам больше нравится, серый или сейчас я примерю розовый? Так, серый был в размере S. Ну, кстати, вот сейчас я делаю розовый, розовый у меня лучше. Я взяла M-ку. Еще раз юбка 15900. А свитер на мне был в размере... Ой, не помню. M тоже. 18900. А теперь на мне юбка в размере M. Она мне точно подходит больше. Точно не мешается, потому что она мне не давит. Ну, вы знаете, у меня все юбки M-ки. Она в розовый, но вы только посмотрите на это. Это просто вообще еще не очень восторг. Ефирная прелесть. Мне очень нравится. А свитер, по-моему, тоже, кстати, меньше. Свитер XS как будто бы... Божечки. Девочки, ну так нравится. Если здесь серое пальто сверху, то будет очень красиво. И это прям зимний суперкрасивый лук. Еще здесь серенькие уги. Серое пальто, серые уги. Монахаром получится. И еще розовое внутрь. Вот эта вот прелесть. Это круто, что можно по отдельности носить. То есть юбку под любой верх. Свитер под любой низ. То есть это практичная на самом деле вещь. И просто вместе она очень красивая. Я бы вот так это описала. Шикарнейшая. Так, девочки, ну что, все, последний магазин Бенетон. Нашла идеальный кардиган, значит, это детский. Чтобы вы понимали. Значит, он плотненький, как я и хотела. И он укороченный получается. Из-за того, что он детский. Ой, ну это вообще. Значит, я его беру. Потому что я долго искала кардигана. Вот. Там шерсть, конечно же. Единственное, что здесь вот прекрасные стразики. Ну, мне это не совсем смущает. Я не знаю, может быть, как-то можно от них избавиться. Ламоди нашла. Такое же молочное. Здесь нет в наличии молочного. И думаю одевать их друг на дружку. А так, они тут, кстати, стоят 4 300. И знаете, какой размер? Например, я себе взяла на 160 сантиметров. 11-12 лет. Есть еще больше. Это типа 2XL. Есть, по-моему, 3XL. То есть, это же не самый большой размер. Я купила кардиганчик. У меня еще какая-то накопительная скидка была. Я его вообще купила за 3 700. Я считаю, отличная цена для натурального состава. И красивого вообще кардигана. А молочный я закажу на Ламоди тоже за 3 с чем-то он там. То есть, ну, на Ламоди же все дешевле. Кручу так. Я рад.